Время красоты и здоровья Аня Лорек часами не выходит из-под зала. А вот Вере Брежневой все-таки пришлось прибегнуть с помощью пластической хирургии. Так в чем же секрет идеальной женской красоты? Об этом и не только расскажу вам я, Оля Миланович. Итак, мы начинаем. Сегодня вы увидите. Готовим быстро, вкусно, а главное с пользой для фигуры. В рубрике «5 минут от шефа». Расскажем все о современных сказках. Передовые тенденции в окрашивании от топ-стилистов нашего города. Перемены всегда к лучшему. Реалити-шоу «Большая перемена» продолжается. Идем в кино. Выбор нашего глянца. Узнаем имя следующей девушки номера. Красота и здоровье неразрывно следуют рука об руку. И порой то, что мы едим, может не только принести пользу, но и подпортить жизнь. Мы предлагаем вам только правильные рецепты из проверенных продуктов, которые сами попробовали. Рубрика «5 минут от шефа» – это самый вкусный раздел нашего глянца. Смотрите далее. Для приготовления салата «Цезарь» нам понадобится помидоры черри, перепелиные яйца, шампиньоны, креветки, листья салата, сыр пармезан, сухари. Своими корнями история салата «Цезарь» прорастает из солнечной Италии. И по слухам ему почти 90 лет. Впервые он был сделан для звезд Голливуда 20-х годов. И впоследствии рецепт обрастал новыми ингредиентами. Мы представляем вашему вниманию самый вкусный. Берем листья салата и выкладываем их в центр нашего блюда. Нарезаем свежие шампиньоны и отправляем в тарелку. На четыре части нарезаем сладкие помидоры черри и заливаем классическим соусом для салата «Цезарь». Поверх выкладываем нарезанные на четыре части перепелиные яйца и маринованные с соевым соусом и соусом чили креветки. Сверху украшаем тертым пармезаном и добавляем румяные сухари из белого хлеба. Соус с салатом лучше сразу не перемешивать, так как сухари размокнут и салат потеряет свою изюминку. Перекусили? А теперь одеваем своих малышей понаряднее и отправляемся на детский спектакль. Чем раньше вы начнете приучать своего ребенка к искусству, тем лучше. К тому же и повод есть хороший. Современная сказка о дружбе, любви и волшебстве. Все внимание на экран. Где мои помощники? Забей помощников всех. Помощники! Давайте подарки, подарки собираем. Все быстрее сюда. Молодцы. 9 февраля в областном центре культуры молодежи состоится замечательная музыкальная сказка «Зимняя история суперптичек». «Зимняя история суперптичек» — это прежде всего очень добрая сказка. И важным отличием от всех остальных представлений является то, что наши маленькие зрители, они в первую очередь не только наблюдатели, но и самые настоящие участники нашей истории. Они помогают птичкам побеждать, помогают справляться со всеми трудностями и вместе с тем учатся тоже добру. Сказка ориентирована на деток разного возраста, так как она очень современная и действительно наполнена различными персонажами, героями. «Суперптички» — это то, что очень нравится детям. И, естественно, хотим видеть и их родителей, и, может быть, друзей, братишек, сестер и так далее. Я думаю, всем будет интересно посмотреть. Музыкальное сопровождение также очень интересное. Это в основном такие новогодние хиты. 9 февраля в областном центре культуры молодежи состоится замечательное музыкальное шоу в зимней истории «Суперптичек». Приглашаем всех-всех-всех справки в кассе областного центра культуры молодежи. Мы ждем вас! Следующий наш сюжет однозначно придется по вкусу, в прямом смысле, светлым головам. Блонд — это всегда шикарно. Однако обладательница такого оттенка, образно говоря, подписывает себе приговор на осветление корней каждые две недели. Стоит ли говорить о том, как страдают от этого наши волосы? К счастью, стилисты нашли вполне конкретное решение данной проблемы. Не верите? Тогда все внимание на экран. Отросшие корни волос почти всегда портят внешний вид. Но действительно, бывает так, что попросту некогда обновить цвет. На этот случай у вас есть наши профессиональные советы. Сегодня нам доступно множество видов сложного окрашивания, например, брондирование или амбре. Такие техники позволят корням отрастать менее заметно и увеличить интервалы между походами в салон красоты до 2-3 месяцев. Ну что ж, попробуем? Итак, мы начнем с того, что мы сейчас осветлим кончики. Вот эти. Которые у нас имеют более темный оттенок. И за счет смывания краски, естественно, произошло то, что остался более теплый тон. Ну вот мы получили результат после предварительного осветления. Насколько смогли, так скажем, без повреждений кончики волос осветлиться. Вот. Все равно на них достаточно теплый тон. И сейчас мы затонируем попрядно волосы двумя рецептами. Продолжение следует... Ну вот, все, что привело к такому результату, мы на сегодня сделали. Получили более чистые концы по сравнению с теми, которые были. И плавный переход от натуральных корней, вообще не окрашенных, к более осветленным. То есть, естественный красивый эффект, здоровые, блестящие, красивые волосы. Девушки, волосы – главное украшение. Относитесь к ним бережно. На сегодняшний момент существует много технологий, которые способны их защитить и в процессе окрашивания, и в процессе ухода за ними. Доверяйте советам профессионалов, и всегда будете выглядеть прекрасно и стильно. Она плохого не посоветует. Реклама на Первом городском. Смотрите через несколько минут. Перемена всегда к лучшему. Реалити-шоу «Большая перемена» продолжается. Идем в кино. Выбор нашего глянца. Узнаем имя следующей девушки номера. Уже много лет мы заботимся о наших телезрителях, и в нашей постоянной рубрике «Большая перемена» преображаем, даем советы, как лучше выглядеть, и делаем кайнинградцев еще красивее. Сегодняшний день не станет исключением. Возьмите свои стильные планшеты и приготовьтесь записывать стильные советы наших стилистов. Наталья Бурма, 40 лет, преподаватель в УЗИ. Недавно с должности зав. учебного повысили до зам. директора. Новые обязанности и командировки диктуют свои условия внешнему виду. Наталье предстоит сегодня полностью поменяться. А команда «Большая перемена» состоит сегодня из Елены Спиркиной, технолога-эксперта, колориста-парикмахера. Десятилетний стаж работы подкреплены московскими и европейскими дипломами. Ирины Сортовой – дипломированного стилиста. Елены Петренко – профессионального визажиста. Евгения Тихонова – фотографа с большим стажем и большой буквы. Готовы меняться кардинально? Да. Да? Даже готовы на короткую стрижку? Да. Ну тогда хорошо, приступим к работе. Продолжение следует... Продолжение следует... Наталья, я подобрала вам одежду с учетом вашей фигуры и особенностей вашего цветотипа. Так как у вас цветотип холодный, вам подойдет вот такой оттенок красного. И очень красиво на вас будет смотреться такой кремово-молочный цвет. ДИСКО МАШИННОМАШИННОМАШИННЫЙ Готовы ли видеть себя? Новую? Да? Ну тогда разворачиваем. Вау! Непривычно. По-другому. Интересно, мне нравится. Да? Мне нравится ваше видение. Продолжение следует... Порой мы не всегда заботимся о своем здоровье. На это обычно, как многие утверждают, не хватает времени. На самом же деле время всегда найдется, было бы желание. Помните, главное правило здорового внешнего вида – сезонная профилактика. Ну и, конечно, приемлемая цена на медикаменты. Согласитесь, порой моментально схуднувший кошелек от покупки лекарств приводит в ужас. Так по каким критериям стоит выбирать аптеки? Узнаем прямо сейчас. Здравствуйте. Олесечка, мне как обычно. Я хотела бы вот микстурку, я брала от каши. Хорошая очень. Домохозяйка и мать двоих детей Олеся Хоман – нечастый гость аптек. Но порой, признается Олесе, покупать лекарства приходится и не в малом количестве. Ну мы посещаем аптеки, соответственно, с той целью, потому что у нас маленькие детки, и нам надо взять лекарства. Где-то мы гриппуем, где-то на улице холодно, где-то мазь берем греющую, берем от температурки, берем от кашля. Приходим за лекарствами, приходим также мы за витаминками, где-то себе приходим, берем чаи для похудения. Действительно, порой и о себе любимой позаботиться надо. Но как это сделать, не разбираясь в медицинских терминах? Конечно же, обратиться за помощью к профессионалам. Я когда первый раз пришла в эту аптеку, мне первое, что мне понравилось, очень персонал этой аптеки, мне очень понравилось дружелюбное отношение к людям. На любой вопрос ответят, какой бы ты ни задал, что касается любого заболевания. Я так считаю, что хорошо, когда, что редкость в нашем городе, когда работают реально профессионалы своего дела с медицинским образованием. И что немаловажно, получать комплимент в виде скидки приятно и даже полезно. Ведь не всегда мы можем позволить себе дорогостоящие лекарства. Скидки у нас могут получить инвалиды, дети до 3 лет, беременные мамочки, беременным 7%, пенсионерам 5%, инвалидам 10%. Карточка скидок у нас выдается по инвалидности при приземлении документов. Если детки маленькие, мамочка приземляет удостоверение о рождении, если пенсионер, пенсионное удостоверение. Сеть социальных аптек «Калининградские аптеки» всегда рады новым и постоянным клиентам. В этой аптеке я пользуюсь самого открытия аптеки. Постоянно. Всегда есть лекарства, никаких дефицитов. Очень хорошее обслуживание. Сеть социальных аптек «Калининградские аптеки» мы всегда рядом с вами. Улица Фрунзе, 91, Чайковского, 33, Черняховского, 15, Ленинский проспект, 24, Павлика Морозова, 5А, Черняховск, улица Ленина, 24. Настоящий театр – это удовольствие для всех без исключения. Тем более, что драматический театр продолжает нас удивлять. Что посмотреть на этой неделе, расскажут наши культурные обозреватели. 6 февраля в 19 часов на сцене драматического театра «Куклы» возомнят из себя людей. На следующий день седьмого – нестареющая классика «Мастер и Маргарита». Нужно было много театральных постановок, художественные фильмы. Замечательно Басилашвили сыграл. Естественно, у зрителя образовался какой-то стереотип. Вот Басилашвили сыграл, значит, плюс-минус он где-то должен быть таким. А вот это самое сложное. Потому что, естественно, мы сейчас режиссером делаем своего «Воланда». А привычный россиянам «Воланд» после экранизации романа выглядит так. Седовласый – повелитель сил тьмы, хромающий на одну ногу и пугающий жителей Москвы своей проницательностью. «А что? У вас очень издуша, да?» «Ну, нет, мастер». «Ну, бля, сабли». «Да вот». «Помилуйте, королева, разве я позволю себе норить даме водки? Это чистый спирт». 8 февраля на сцене драматического развернутся настоящие испанские страсти. В постановке «Деревья умирают стоя». А если вы любите фарсовые комедии, тогда всей семьей добро пожаловать 9 февраля на спектакль «Папа в паутине». «Задача перед артистами стоит так, чтобы, во-первых, это все произвело хорошее уморительное впечатление, а во-вторых, чтобы после спектакля у мужчин не возникло желания не только двух женами, а даже любого. Джон Смит – образцовый муж и отец, попавший в собственную паутину. А ведь началось все с невинного знакомства в социальной сети. И как все закрутилось. «Это такой персонаж, который похож чем-то, наверное, на ее деточки, в чем-то, да, который… Он вор, но он честный человек. Простите, господа судьи». Блистательная современная комедия положений заставит смеяться зрителей практически каждую секунду. Неожиданные смешные мизансцены, фейерверк эмоций. И при этом глубоко человечная и добрая сюжетная линия обещает стать приятным сюрпризом. Приятного отдыха! Для самых ненасытных, для тех, кому все еще не хватило зрелищ, мы советуем сходить в «Зарю». На этой неделе там грандиозная премьера «Вий». Нестареющая классика, окутанная в 3D-эффекты. С подробностями прямо сейчас наш штатный кинокритик Артем Рыжков. Всем привет, меня зовут Артем Рыжков, я арт-директор кинотеатра «Заря». И сегодня я расскажу вам про два фильма. Один для детей, а второй для взрослых. Первый фильм для детей называется «Вий». Какой бы фантастической ни казалась эта история, Проблема в том, что сейчас люди практически перестали читать. Я вот спрашиваю даже у своих детей, понимаю, что имя «Гоголь» для них вообще совершенно не имеет никакого смысла. Ну, понятно, что они еще, может быть, младше, они пока еще не начали изучать его произведения, но все равно я помню, что в детстве уже в 7-8 лет я уже слышал это имя, я уже видел на книжных полках книги «Гоголя», я уже понимал, что это такое, до чего, наверное, когда-нибудь я дорасту и начну понимать, и вот старался это дорасти даже в буквальном смысле, потому что книжки в «Гоголе» стояли у нас на высокой полке, а я был маленького роста, и даже если ставить стул, то не дотягивался. Вот, поэтому это та самая картина, которая, ну, может обратить детей, заставить снова читать. Второй фильм, на который обязательно должны на этой неделе сходить взрослые, называется «Тоже вей». Другое дело, что это уже фильм не для детей, а для взрослых, потому что взрослые, конечно, увидят в этой истории много того, чего дети поймать не сумеют. И прежде всего, это, наверное, вот эта вот самая метафора. Я уже, честно говоря, сам так давно читал «Гоголя», что я не помню, есть она у него или нет, но метафора, которая заключается в том, что когда ты пьешь горилку в больших количествах, ну, или любой такой же крепкий напиток, то постепенно тебе начинает мерещиться всякая чертовщина. Чертишь ее круг, и сам черт тебя не страшит. И как обычно, на десерт девушка номера. Кто встал ей на этот раз, узнаете прямо сейчас. Думаю, с вас на сегодня достаточно. Обязательно воспользуйтесь нашими советами, и вуаля! Красота на долгие годы вам обеспечена. С вами была Оля Миланович. Всего вам самого доброго и нежного. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!